С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в рамках подготовки послания президента Федеральному собранию обсудили в частности закон о выборах. Жириновский предложил пропорциональную избирательную систему увязать с мажоритарной. Говорили и о проблемах миграции. Также Жириновский уверен, что нужно усилить ответственность работодателей. ФМС свою функцию выполняет МВД, но может посмотреть с другой стороны все-таки большую ответственность возложить на работодателей, чтобы они могли использовать только в рамках квоты. Квоты не могут продаваться, должны быть только персонально на какую-то конкретную фирму. И вот через контроль со стороны работодателей, чтобы он сперва принял только наших граждан, или же в условиях, должно быть рабочее общежитие, местное обслуживание, регулярные зарплаты, могут быть даже культурный досуг, повозить по музеям, так сказать, чтобы муроводателям не было выгодно, откуда-то брать большую силу, а вот своих. То, что вы предложили вот сейчас, это вполне реализуемая вещь. Мы уже говорили о введении, может быть, правила, согласно которому иностранцы будут зарядить в Россию только по загампаспортам своих стран, а не по внутренним. Есть и другие способы. Но самое главное, чтобы все соблюдали закон, чтобы искалили коррупцию во всех сферах, которые связаны с миграционной политикой. Мы добились от мигрантов и иммигрантов уважения, безусловного уважения наших законов, обычаев, культуры тех регионов, куда люди приезжают и намерены там жить, связать с этим регионом свою жизнь. Есть у лидера ЛДПР и целый набор предложений для развития Дальнего Востока. Например, отмена ЕГЭ и призыва в армию. В Дальний Восток мы сделали конкретную программу, только пункты развития. Здесь что основное? Конечно, если нельзя перейти без налоговой экономики, то хотя бы стимулировать привлечение людей можно. Допустим, отмена призыва в армию. Только там. У нас очень много украинистов, а там нет призыва. Если будут приселяться туда, жить там. Или отмена экзаменов ЕГЭ. Тоже многие поедут туда поступать в ВУЗы. Или предоставление автоматическое, в самой ускоренной форме гражданство. Русским, которые колеблются. Ждать там даже год-два не хотят. Если сразу паспортный. Прибыли в Хабаровск или в Магадан. Вот паспорт. Но 10 лет нужно прорезть здесь. Вот эти 23 пункта, как бы они касаются всех сфер. Тут даже связано с учреждениями по линии ВСИН. Что тоже там быстрее переход в колонии, поселения и так далее. То есть целый ряд мер, которые могут там увеличить ростность. Продолжение следует...